Продолжение следует... О, спасибо большое. Подробно было рассказано Александром Санычем. Единственное, еще раз акцентировать внимание на новых данных. Это по данным вторых фаз мультицентровых исследований по иммунной терапии. Вот с неволумабом. А что случилось? Где в сочетании с эплюмабом получилась высшие данные 6-месячной выживаемости без признаков прогрессирования. И по поводу включения в рекомендации ЭСМА применения препарата Аларотумаба вместе с доксорубицином. Что касается рекомендаций по применению лучевой терапии, с 2014 года произошло мало изменений в настоящее время. Стандартом лечения высокозлокачественных глубоких сарком мягких тани более 5 см остается широкое сечение с последующей лучевой терапией. Но очень важно, что включен пункт проведения неодювантной лучевой терапии, особенно в комбинации с химиотерапией. И введен пункт о том, что применение новых технологий лучевой терапии, интенсивно модулированная радиотерапия и контролируемая, позволяет значительно снизить количество послеоперационных, послелучевых осложнений. В 2015 году были опубликованы данные исследования группы РТОК, которые провели исследования по дизайну Национального института рака Канады, опубликованные в 2005 году, но с коррекцией планируемого объема облучения, уменьшения этого объема. И пока двухлетние результаты представлены, были достаточно высокий локальный контроль и общая выживаемость, но более важно другое. Уже за этот срок было получено почти в 4 раза меньше поздних после лучевых осложнений 10% вместо 37% и уменьшение ранних послеоперационных облучений по сравнению с канадской группой 43% до 30%. Из нового очень интересные данные пока только первых фаз о применении модификаторов лучевой иноидювантной лучевой терапии химиопрепаратами, такими как генцитабин, пазапониб и сарафиниб. Это исследования проводились в Америке, в Голландии. Достаточно высокие показатели локального контрольной выживаемости, что важно, лечебный патоморфоз в достаточно высоком проценте случаев 3-4 степени. И интересное исследование, это только начало, применение на дювантном режиме лучевой терапии с введением наночастиц оксида гафния через кожную опухоль. Отработано введение дозы, составляющей 10-20% от объема опухоли. И уже получены данные, что при дозе 20% полные ответы, а при 10% частичный ответ до 40% уменьшения опухолей. Ну и патоморфоз достаточно выраженный, полный четвертая степень при 20% введении. Но это только начало работы, поэтому будем ожидать, что будет происходить дальше. Хочется отметить еще несколько протоколов, опубликованных в 2010 и в этом году уже. Они по схожей схеме проведены, с одинаковой дозой лучевой терапии, одинаковыми химиопрепаратами. Особенно то, что проведено в Массачусетском центральном госпитале. Здесь уже отслежены 10-летние результаты, достоверные по локальному ответу, по общей выживаемости. Достаточно высокие показатели в других исследованиях, 5-летние и 3-летние показатели локального контроля общей выживаемости. Именно неадювантный режим применения лучевой терапии вместе с химиотерапией. Общепризнанным самым мощным модификатором лучевой химиотерапии является локальная гипертермия. С 28 рандомизированных исследований в 2019 получено достоверные лучшие результаты при применении гипертермии, что, собственно, с 2008 года позволило включить в рекомендации ЭСМО локальную гипертермию. Наиболее такие хотелось бы представить данные по протокольных исследованиях. Это ИРТС, третья фаза, первые данные в 2010 году, сейчас в 2015 году. Окончательные данные прослежены, изучены в сравнении с контрольной группой, в которой проводилась только химиотерапия, 4 курса до операции и после, и основная группа термохимиотерапия до операции и химиотерапия после операции. И достоверные по общей выживаемости, 5-летние, 9-летние результаты и 5-летние безрецидивные, без признаков прогрессирования. И в Германии проведены исследования, опубликованы данные по проведению термохимио-лучевой терапии, то есть в сочетании с лучевой терапией и с химиотерапией. Локальный контроль 5-летний до 90 и достаточно высокая общая выживаемость. На основании данных литературы и по собственным исследованиям, по собственному опыту, попробовали составить показания-противопоказания для променения локальной гипертермии при лечении высоковозлокачественных распространенных сарком мягких тканей. Ну, в общем-то, это касается и для лучевой терапии. Показания – это наличие первичных рецидивных глубоких сарком мягких тканей более 5 см, высокой степени злокачественности, обязательная гистологическая верификация диагноза для выявления нечувствительных опухолей в морфологических форм и операбельная опухоль, условно-операбельный или операбельный момент – начало предоперационного этапа лечения. Ну и более важны противопоказания. Это выраженный кистозный характер структуры опухоли, это выраженный жидкостной компонент в опухоли, гнойно-некротические изменения в опухоли, распад опухоли и гнойно-некротические изменения кожи над опухолей или прорастание опухоли через кожу наружу. Ну и проведение лучевой терапии в анамнезе на планируемом облучении – это условное, так скажем, такое противопоказание. В нашем инцентре продолжается исследование по изучению предоперационного комбинированного лечения сарком мягких тканей. Включено 129 пациент. 84 составили первую группу, где проводится термохимиолучевая терапия. Вторую группу составили пациенты, которым проводится только химиолучевая терапия. Химиотерапия проводится в три неодювантных и триодювантных курсах в зависимости от психологической формы. Лучевая терапия по методике ускоренного фракционирования до эффективной дозы 42 грея. Шесть сеансов локальной гипертермии по одному сеансу с химиотерапией до лучевой терапии, с химиотерапией после лучевой терапии. И оперативное вмешательство выполняется через три недели после третьего курса химиотерапии. Дизайн, как ни странно, мы не договаривались, очень похож на дизайн немецкого исследования, которое я приводил. Единственное, что они первый курс химиотерапии начинают без гипертермии. По оценке ответа опухоли перед операцией уже более 52, у более половины пациентов мы нашли частичный ответ уже опухоли, то ли уменьшение на 30 и более процентов по сравнению с группой химиолучевой терапии в невидевантном режиме. И лечебный патоморфоз до 87% составил 3-4 степени в группе с термохимиолучевой терапией. Мы получили пятилетние результаты достоверно выше в группе термохимиолучевой терапии. По локальному контролю общей выживаемости, по безмецатической, к сожалению, достоверности пока нет. Ну и несколько клинических примеров. Больная с липосаркомой мягких тканей правого бедра, достаточно большая, условно операбельная. Была проведена термохимиолучевая терапия с контролем температуры в опухоли. Температура держалась до 42 градусов. Мы получили частичный ответ опухоли уменьшения порядка 33%. Выполнили хирургическое вмешательство. Патоморфоз третьей степени был установлен. И больная наблюдается 4-й год без признаков прогрессирования. Особое внимание хотелось бы вот этому примеру дать. Это больная, молодая больная, 84-го года рождения, сольвеолярной саркомой мягких тканей бедра. Достаточно большая, с поражением бедренной кости. Особенно в нижнем левом углу видно изменения со стороны кости. При этом пациентка уже поступила с солитарным метастазом нижнюю долю правого легкого. Почему, собственно, я в противопоказаниях не написал такие редкие формы опухоли, которые нечувствительны к лучевой. Толярная саркома считается нечувствительной никакому лечению. Тем не менее, у нас появился препарат пазапониб. И мы провели термо-химио-лучевую терапию на фоне приема пазапониба. Получили уменьшение опухоли перед операцией на 23%, стабилизация вроде бы. Со стороны очага даже больше уменьшения, на 35% очага в легких химиях. После этого была выполнена симмутантная операция, удаление опухоли с краевой резекцией верхней третьей бедренной кости и одномоментное выполнение операции удаления очага из нижней доли правого легкого. С ревизией правого легкого больше очагов там не было. И получили патоморфоз третьей степени в опухоли первичной и второй степени в очаге, в метастатическом очаге. Больная наблюдается уже 3 года, даже больше, без признаков прогрессирования. Таким образом, лечение высокозлокачественных мест распространенных сарком должно быть мультимодальным с обязательным хирургическим этапом. Ну а применение термохимии лучевой терапии позволяет добиваться достаточно выраженного лечебного патоморфоза опухоли, получить частичный ответ опухоли уже перед операцией более половины пациентов и, в общем, позволяет добиваться высоких показателей локального ответа и общей выживаемости, что, к сожалению, пока нельзя сказать о безметастатической выживаемости. Спасибо. Спасибо большое, Алексей Леонидович. Коллеги, есть ли какие-то вопросы? Александр Александрович. Не перестаю спрашивать. Вы не представили данные в зависимости от морфологического подтипа опухоли? Ну, было очень мало времени, в общем, чтобы это делать. Да, я на слайде попытался включить, какие мы проводили схемы химиотерапии в зависимости от морфологического. В основном это, конечно, был МАИД. Пазапониб мы применяли у альвеолярной саркомы, и у нас несколько случаев было светлоклеточной саркомы, тоже с хорошим эффектом. И основной, кроме МАИД, был основной еще это АИ, то есть холоксан, доксорубицин, четырехдневный, ну, в общем, тот, который Вы тоже докладывали по своему исследованию. Я понимаю, просто получая результаты и достаточно высокие показатели как по наличию высокого лечебного патоморфоза, так и по отдаленным результатам, хочется понимать, с какой популяцией именно морфологических подтипов Вы имели дело. Потому что результаты высокие, с одной стороны, а с другой стороны, как бы они высокие, так же, как в Германии высокие, с термохимиотерапией. И по некоторым показателям они даже лучше, чем просто хирургия с химиотерапией. И вот, чтобы убедиться в том, что, или Вы нас убедили в том, что надо действительно переходить, идти по этому пути, хочется более детально понять. Ну да, разложить по этому слову. Это чья-то ошибка или чье-то непонимание? Или действительно такие высокие результаты? Поэтому, как предложение, давайте это опубликуем, детально разберем. Да, да, да. Вообще, эта работа у нас будет вестись. Мы хотим по нозологии все это разложить. Но это как встречное предложение и поддержку, во-первых, Вашего предложения. Наверняка это будет легче сделать совместно в группе, потому что в одном центре невозможно создать, объединить и сделать исследование по саркому мягких тайн. Это надо делать объединенной группой. И тогда будет намного больше, в всяком случае, пациентов по определенным нозологиям. Это я абсолютно согласен. Это наша дальнейшая работа в группе. Коллеги, еще вопросы? У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Ваше отношение к интероперационному облучению именно ложно-удаляемого опухоли. Имеет ли смысл на это тратить усилия? Или все-таки в дивантном режиме уже проведение лучевой терапии оно оправдано? У нас было проведено исследование, опубликованы данные по интероперационной лучевой терапии. По техническим, так скажем, причинам мы пока не продолжаем. Применение интероперационной лучевой терапии. Это связано с наличием аппаратов. Вообще идея в результате была достаточно неплохая. Было применение интероперационной лучевой терапии как замена послелучевой терапии. В смысле, послеоперационной терапии. Потому что, как правило, что делается? Делается край резекции, например, выявляется Р1, как стандартно. И дополняется обязательно лучевая терапия послеоперационная до высоких доз с четким развитием послеоперационных лучевых, после поздних лучевых осложнений. Интероперационная лучевая терапия в этой ситуации, конечно, это спасение. И мы не забыли пока это. Надеюсь, мы это все продолжим. И у нас есть на это результат. В общем, дальше это просто работа уже по приобретению техники, так скажем. Вот еще один вопрос. Но это больше касается, наверное, рецидивных забрюшинных образований. Ваше отношение к эмболизации микросферами с химиопрепаратами, когда вот первичное, точнее, условно, это уже неоперабельный процесс. И вот отношение, что делать? И какое место все-таки может занимать эмболизация с микросферами, насыщенными к химиопрепаратам? Да, значит, неоднозначный очень ответ и вообще ощущение. Потому что очень хорошо работает при метастазах печени, да, вот при всех. Настолько выраженное кровоснабжение бывает опухоли мягких тканей и забрюшинных, и не только забрюшинных. И невозможно каждый сосуд, так сказать, сделать, работать с каждым сосудом, подходящий к опухоли. Мы попробовали несколько пациентов, в том числе и забрюшинными опухолями, делать химиоэмболизацию. Один, два, ну максимум три сосуда. К сожалению, эффекта не получили даже визуального. То есть идем потом на хирургическое вмешательство, а кровить точно так же. То есть, в общем-то, технические здесь возможности, каждый сосуд иммобилизировать невозможно. Как правило, проходит некоторое время потом до операции, восстановление сосуда. То есть расширяются те сосудики, которые, в общем, не были широкие. Основной блокирует, расширяются другие. Вот здесь пока наиболее эффективно все-таки при метастазах в печени. Тут вот работает. Коллеги, есть ли еще вопросы? Артур Юрьевич. Если речь идет о заброшенных саркомах, то эмболизация с девитализацией, с целью, это одно. С уменьшением кровопотери, это второе. Но если речь идет о заброшенных саркомах, то интероперационная лучевая терапия имеет, несомненно, высоченную роль. И также она имеет достойное место без послеоперационного этапа, достойное место в тех случаях, когда уже проведена лучевая терапия и в тех случаях, когда невозможно подвести нужную дозу на головой, шеей, около мелких суставов и так далее. Поэтому интероперационная лучевая терапия, она должна рассматриваться отдельно от послеоперационной, и она имеет совсем другие показания. Спасибо, Артур Юрьевич, за цену комментариев. Коллеги, есть ли еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо.